всем привет с вами канал все про android и сегодня у нас вот такое вот интересное видео что будет с вашим android устройством если удалить google полностью искоренить его со своего android устройства я буду делать все в режиме реального времени во первых на вашем устройстве должны быть получены root права и в моем случае я буду использовать программу titanium backup в поиске программу titanium backup задаем google проверяем насколько забита наша память на устройстве то есть как вы видите что огромнейшее количество внутренней памяти занимает приложение от google тем более на моем планшете старом i know el venus в котором внутренней памяти просто ограниченное количество и постоянно возникает проблема с установкой я не корректировал файл был проб планшет начинает жутко тупить сервисы обновляются отъедает все больше и больше оперативной памяти на новых устройствах это как бы и не волнует не расстраивает а вот на стареньких устройствах которых там 512 оперативы 750 и очень мало внутренней памяти я думаю что способ будет работать я сейчас просто в режиме реального времени заморожу все сервисы хочу вас предупредить что необходимо сделать backup или иметь возможность перепрошить ваше android устройство для того чтобы обезопасить себя от ошибок которые могут возникать после удаления сервисов поэтому я рекомендовал бы делать не так спонтанно как все как здесь я вот видео все сервисы все приложения от google заморозил а замораживать их по одному то есть выбираете определенный сервис определенное приложение замораживаете его перезагружаете android устройство и смотрите не возникает ли каких ошибок и как я уже сказал если у вас есть возможность сделать backup через tvrp то можно это сделать видео немножко будет затянуто кое-где будут фризить приложение поскольку планшет старый запись ведется через teamviewer хост а teamviewer как удаленно управлять android устройство можете посмотреть на моем канале скажу сразу что для тех кто активно пользуется сервисами google примеру gmail данную операцию производить не рекомендуется но есть множество альтернативных поисковых систем множество приложений при помощи которых вы сможете скачивать приложение с маркета вот в этом случае в моем случае я буду устанавливать приложение apk puya ссылка в описании видео будет на это приложение для чего оно и как работает далее браузеры все работают даже встроенный браузер работает освободилось огромнейшее количество оперативной памяти планшет перестал греться стояли предыдущие версии но как вы знаете как я уже говорил все обновляется вот на данном этапе мы скажем так заморозили все сервисы google остался play market я его упустил дальше я покажу где проверить как все это дело проконтролировать чтобы у вас ничего не осталось но еще раз рекомендовал бы делать все очень аккуратно после заморозки перезагружать там можно по два сервиса если какая-то ошибка просто в титаниуме размораживаете сервис и проверяете видите что сейчас все у меня заморожено упустил я вот в этом случае play market если приложение не удаляется в титаниум backup не замораживается можно принудительно остановить сервис сейчас мы заморозили все все что касается google по поиску и все что нам теперь необходимо это убедиться еще раз в том что никакое приложение не осталось не замороженным потому что они все взаимосвязаны если вы упустили возможно у вас будет возникать после перезагрузки ошибка какая-либо там недоступны сервисы то есть они настолько связаны что примеру при удалении сервисов от google и работающий маркет постоянно будет выскакивать ошибка поэтому перезагрузились если есть ошибка еще раз все просматриваем убеждаемся в том что заморожены или удалены другие приложения и еще раз перезагружаемся если ошибка повторяется опять заходим в титаниум backup еще раз сверяемся с тем что у нас все хорошо я не гарантирую работу на всех android устройство как я уже сказал я удалил сервисы после того как заморозил их то есть проверил заморозил перезагрузил и сейчас уже в течение двух недель планшет bank you будет там видео я в конце покажу он работает без всяких сервисов необходимости в них на этом устройстве к примеру я не вижу еще раз убедимся в том что мы ничего не упустили заморозили все что надо все взаимосвязанные сервисы как я уже сказал все буду делать в режиме реального времени через приложение quick support поэтому видео в некоторых моментах будет немного затянутым чтобы меня потом не обвинили в том что я что-то сделал не так проверяем наличие приложений через настройки в настройках заходим в подкладку приложения и смотрим все ли мы удалили есть дополнительные подкладки которые разделяются на сторонние это которые дополнительно устанавливали свайпом на sd карте и работающие вот в этом подпункте просто убедитесь в том что никакие google сервисы не работают видите сколько памяти освободилась у меня на планшете на этом всегда была занята память это при том что приложение просто заморожены они не пока не удалены если есть какое-то сомнение можно перейти и остановить приложение по подкладке и теперь нам осталось только перезагрузить наше устройство потому что в процессе замораживания произошли возможно какие-то сбои чтобы убедиться в том что на ваш планшет будет работать без гугла без его сервисов необходимо выполнить перезагрузку опять-таки повторюсь если пойдут какие-то сбои пробуйте потихоньку восстанавливать приложение которое вы заморозили таким способом вы сможете избавиться к примеру там от приложений google нау от приложений google maps если они вам не нужны от почты в общем все что вам мешает что загружает память я не говорю о том что надо избавляться от всех сервисов можете оставить к примеру там play market а все остальные gmail приложения которые работают фоне и синхронизирует всегда можно восстановить еще раз акцентирую ваше внимание на том что необходимо все-таки делать все потихоньку не торопясь и не обращайте внимание что перед после перезагрузки ваш значок вай фай вот как примеру здесь у меня установлен жили бин он станет сереньким поскольку синхронизация будет отключена и аккаунт уже гугловский на вашем планшете будет отсутствовать то есть не будет синхронизации значок будет серый я думаю что об этом все знают итак перезагружаем и смотрим как работает наше устройство после перезагрузки так перезагрузили устройство смотрим никаких ошибочек у нас не возникает проверяем и убеждаемся в том что в настройках у нас все отключено все заморожено то видите гугловских приложений нет оставил я один браузер но и его как предустановленным можно удалить но хотя он справляется и работает без google аккаунта это у кого джили бин к примеру там браузер предустановлен не chrome а вот такой вот старенький браузер но вроде он неплохо работает но вы всегда можете установить там оперу или какой-то другой браузер который не требует сервисов видите что добавление аккаунтов у нас уже не работает нет необходимости синхронизации то есть приложение все вырублены если все нормально все прошло после перезагрузки все работает можно потихоньку удалять все что было заморожено опять таки сделать это можно как через titanium backup так и через любое другое приложение которое позволит удалить системные приложения вот я продемонстрирую что работает браузер он в принципе не тяжеловесный но немножко туповат на втором android устройстве на бенки я пользуюсь оперой ну как видите все работает сейчас вырубим этот планшет снесем с него все что было заморожено а я продемонстрирую как работает планшет бенки у о котором я уже говорил то есть то же самое было слетали и прошивки жрала постоянно память постоянно были уведомления о том что не достаточно памяти оперативной там загрузите подгрузите еще раз хочу сказать что я конечно много лью воды но видео немножко затянуто как я уже говорил после перезагрузки еще раз убедитесь что вы ничего не упустили проверьте наличие оперативной памяти да кстати здесь у меня не пятьсот а семьсот пятьдесят я немножко зафейлил занята память и столько потому что работает юсб хост два приложения которые в режиме реального времени как я уже говорил я управляю через quick team quick team support quick team хост приложениями как видите что во вкладке приложений ничего не установлено ну и сейчас идем на бенки я покажу как он работает с пятьсот двенадцатью мегабайт оперативной памяти так посмотрим на наш бенки у это планшет с gps планшет с sim картой в нем вырезаны полностью все google сервис и их нет можно убедиться планшет великолепно работает памяти видите сколько во внутренней они занято нужными приложениями то есть дополнительно я установил приложение пока по и вот остался у меня mirror goal коннектор я его потом удалю а пока по эту и приложение о котором я говорил она позволит вам скачивать нужное вам приложение даже те которые недоступны по региону ну и убедимся что он наше приложение ну как это как для меня к примеру мне нужен youtube есть приложение tube made обзора к сожалению нету поскольку по требованию google у меня был обзор на данное приложение не там я рассказывал как скачать по требованию google пришлось удалить поскольку нельзя скачивать видео с youtube нельзя об этом рассказывать людям как видите работает как я уже говорил немножко фриз потому что идет прямая трансляция через интернет весь youtube работает не знаю даже что еще сказать меня лично теперь работа планшета и одного и второго полностью устраивает как я уже сказал сервисов google нет и возвращать на планшет я их не буду но на смартфоне естественно все у меня останется и будет работать я на этом буду заканчивать подписывайтесь на канал оставляйте комментарии до новых встреч